Национальный музей в день своего рождения удивил ценителей прекрасного. Здесь представили парижский архив Геннадия Айги. Это тот редкий случай, когда речь идет о подлинниках. На презентации побывала и наша съемочная группа. Потому что именно в этот замечательный день сбылась наша мечта, к которой мы шли весь 2014 год. И вот, наконец-то, коллекция у нас. Парижский архив Геннадия Айги был передан музею в дар его хорошим другом, русским художником, скульптором и издателем Николаем Дрониковым. Среди материалов коллекции есть уникальная живопись, графика, скульптура, связанные с именем поэта. Сегодня Николай Егорович вышел на связь с музеем из Парижа. Архив этот мы собирали с Айги 25 лет. Почему собирали именно здесь? Потому что, как вы знаете, у него не было там постоянного места жительства. И причем, даже если бы и была квартира, то время, конечно, бы тот материал, который он оставлял здесь, там бы, конечно, при обыске изъяли. Мы получили большое наследие, его эпистолярное наследие, его переписка с его мужей. В республике фонд имени Айги достаточно обширен. Его работы хранятся и в художественном музее, и в национальной библиотеке. В последней порядка 800 различных экземпляров и экспонатов. В национальной библиотеке Чувашской республики коллекция Айгиана, мы ее так назвали, начала формироваться еще в 90-х годах, когда Геннадий Николаевич передал нам свои книги, свои публикации, материалы. К этой коллекции присоединилась и коллекция Николая Дронникова. В национальном музее собралась новая часть этой коллекции, чему мы очень рады. Чтобы привезти коллекцию в Чувашию, была проделана немалая работа. Велись переговоры с посольством Франции, огромную поддержку оказал и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Данный архив представляет собой огромную культурную ценность. Поступление из Франции уникальное тем, что здесь есть переписка рукописи к изданию, которое было сделано во Франции. Такого материала, его нет нигде. И я предполагаю, что рукописи самого Айги ни в библиотеке, ни в художественном музее пока не хранятся. Увидеть выставку Парижского архива Геннадия Айги можно будет совсем скоро. Как только сформируют полноценную экспозицию. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика.